В квартире участница Великой Отечественной войны Антонина Беловой с самого утра кипит работа. Сотрудник газовой службы устанавливает систему безопасности, сигнализатор, который в случае ЧП определит утечку метана, и клапан. Устройство автоматически перекроет газ. После завершения работ специалист объяснил, что делать в случае утечки. В случае, если сработал сигнализатор, незамедлительно перекрыть подачу газа, открыть форточку для проветривания помещения и вне загазованного помещения вызвать аварийную службу по телефону 112. Сигнализатор установили в квартире пенсионерки за счет администрации. В преддверии Дня Победы глава города Дмитрий Волошин подарил Антонине Васильевне газовую плиту, о которой просила женщина. Тогда он и дал распоряжение установить вместе с плитой все необходимое оборудование по обеспечению безопасности. Очень благодарна за все, что еще нас не забывают. Старых людей, как говорится, много работало. Больше, наверное, чем жила. Большое-большое спасибо за все, за помощь, что не забывайте еще раз. 93-летняя химчанка в войну трудилась в тылу на литейном заводе, производила заготовки для снарядов. А затем уже в мирное время, не один десяток лет, трудилась на энергомаше. Акцию «Газовая безопасность для ветеранов» проводит региональная госжилая инспекция совместно с главами муниципалитетов. В рамках акции, начиная с 24 апреля 2021 года, ветеранам Великой Отечественной войны и труженькам тыла, восьми городских округов, приобретено и установлено новое газовое оборудование. Помимо оказания помощи ветеранам, инспекторы госжилинспекции Московской области совместно с газовиками продолжают проверять исправность оборудования в квартирах. На сегодняшний день в регионе уже осмотрено более 800 домов. Эту работу будут проводить до конца 2021 года.